Столичные кальянные, похоже, решили не дожидаться окончания карантина. Они, как выяснилось, принимают посетителей, хотя разрешение на работу им никто не давал. Сотрудники санэпидслужбы совместно с полицией отправились в рейд. Какие нарушения они выявили, готова рассказать моя коллега Индира Тихжанова. Она уже на прямой связи со студией. Индира, добрый вечер. Долго искали нарушителей? Вера, добрый вечер. На самом деле нарушителей искали не так долго. Дело в том, что до начала рейда проверяющие обзвонили несколько кальянок, чтобы убедиться, что они точно работают. И даже забронировали столик. Вот сейчас проверяющие находятся внутри. Я предлагаю зайти. Давайте посмотрим, что происходит внутри. Вот мы видим здесь уже наши сотрудники полиции на месте работают. Проходите. Ага. Так. Ну, как мы видим, здесь людей не так много. Но, если честно, в воздухе я отчетливо чувствую вот этот запах кальяна. Ага. Что происходит здесь внутри? Давайте узнаем о проверяющих. Ага. Ну, получается, мы сейчас проводим... Даулит Карбек, руководитель управления молодежной политикой города Матсултан. Мы совместно с волонтерами, с сотрудниками ЦС и департаментной полиции проводим такие рейды в Мир Пяти. Как вы знаете, в городе карантин, во-первых. Во-вторых, нельзя общественных месяцев курение кальяна сейчас запишено. Только должно быть отдельное место. Ну, вы, как вы видите, мы зашли. Сейчас вот администратор тоже. У них все нормы, получается, карантин не соблюдены. С нами совместно с департаментом... Сотрудниками департамента полиции сейчас составляется протокол. Будет оформляться в виде штрафа до закрытия объекта вообще на карантин. То есть будет штраф, либо же объект полностью закроет на карантин? Ну, вот сейчас вот как раз можем вместе... Давайте, пройдем. Осторожно здесь наш, Вер. Ага. Так, здесь мы видим, что, Вер, здесь вот именно как раз-таки и оформляют. Да, правильно? Штраф. А скажите, а сколько МРП подгрозит владельцам этого кафе? Согласно статье 441 Куапвер-кода административного правонарушения составляется административный протокол по статье 441, пункт 3, то есть на владельца хозяина. Сейчас мы должны уточнить, какой у него малый-средний бизнес. Составлять 10 МРП на хозяина. На данных лиц, которые употребляли кальян, на них будет составляться административный протокол по 441, часть 1, то есть 3 МРП штрафа, 8 тысяч. А такие рейды вы проводили вообще в период карантина? И вообще сколько объектов было штрафовано, может быть, жителей, в период карантина мы уже делали мобильную группу, у нас была совместно с Акиматурой районной силы, с прокуратурой районной силы мы делали рейдовые мероприятия. Проходили по статье 476 нарушение карантина. Более 30-40 материалов уже проводили через административный суд, специалисты межрайона Горг-Нашултан. Что ж, спасибо большое. А здесь есть представители администрации, правильно у нас? Нет, здесь... Сотрудники кальяна? Нет, не сотрудники, здесь они клиенты. А, это клиенты, все, хорошо. Поговорить не желаете? Нет. Прямой эфир Хабар-24. Ну, то есть, хорошо, люди не желают с нами разговаривать, в принципе, это их право. То есть, вот такая картина, Вера, мы видим, что несмотря на карантин, кальяны в столице все-таки продолжают работать. Да, действительно, мы все чувствуем ослабление карантинного режима, многие объекты бизнеса уже начали работу, это касается и кафе, и ресторанов, но все-таки, учитывая специфику именно вот таких заведений, они все еще под запретами, ну, и это, конечно же, неспроста. Мы дальше поедем на следующий объект, Вера, а пока на этом у меня все. Спасибо, Эндиро, за информацию. Эндиро Тихжанова о том, как сегодня в столице проходит совместный рейд, санэпидслужбой, полиции по кальянным. Продолжение следует...